МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, Матрой 8 новости. В студии Юлия Будеч. Сегодня говорим о главном. В Молдове за сутки подтвердили еще 861 случай заражения коронавирусом нового типа. Эпидемия унесла жизни 19 человек. Между тем, глава Минздрава сегодня сообщила об улучшении ситуации с коронавирусом в Молдове. При этом в Европе уровень заболеваемости ковидом продолжает стремительно расти и местами уже превысил весенние показатели. За несколько дней до выборов дешевеет газ. Национальное агентство по регулированию в энергетике одобрило новые тарифы на природный газ. Сколько будем платить за тысячу кубометров, расскажем в выпуске. Троллейбусы исчезли из приложения, которое отображало их маршрут. Компания, установившая GPS-навигацию, попросту ее отключила. А все потому, что мэрия не оплатила за предоставление услуг. Мы решили спросить у кишиневцев, успели ли они воспользоваться этим приложением. В Молдове за сутки подтвердили еще 861 случай заражения коронавирусом нового типа. Таков результат обработки 3,5 тысяч тестов. Лидер по числу заражений по-прежнему столица. Завезенных случаев еще 5. Заболевшие недавно вернулись из Украины, Нидерландов, Франции и России. Диагноз подтвердился еще у 56 медицинских работников. В их числе 20 врачей, 32 медицинских ассистента и 4 работников вспомогательного персонала. Есть и хорошие новости. Еще 615 человек выздоровели после успешного лечения. Всего из лечившихся без малого 54 тысячи. За день Минздрав подтвердил еще 19 летальных исходов. На сегодняшний день 803 человека находятся в тяжелом состоянии. 44 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. В настоящее время лечение от ковида получают 17 800 человек. Народный артист, руководитель Национального оркестра народной музыки Лаутарий Николай Батгрос был доставлен в Институт скорой медицинской помощи из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Информацию подтвердили нам в пресс-службе учреждения. Здесь добавили, что состояние маэстро тяжелое, но стабильное. Также сегодня стало известно об инфицировании еще одного депутата парламента. А вот в системе здравоохранения очередная тяжелая утрата. Сканчивался врач из поликлиники госканцелярии. Между тем, глава Минздрава сегодня сообщила об улучшении ситуации в стране. Маэстро Николай Батгрос, у которого был диагностирован COVID-19, был переведен в Институт скорой медпомощи вечером 26 октября, после того, как первоначально был госпитализирован в государственную больницу. Об этом сообщила пресс-секретарь СМП Дарина Арсения. Однако она не уточнила, в какое лечебное учреждение изначально был госпитализирован дирижер. В настоящее время Николай Батгрос страдает от тяжелой формы COVID-19 и госпитализирован в реанимационное отделение. Лечение многопрофильное и координируется лучшими специалистами страны, отметила для ТВ-8МД Дарина Арсения. По словам сына артиста, заражение вывели у еще нескольких музыкантов из оркестра, которым руководит его отец. И сегодня же пришла печальная весть о скончавшемся сотруднике медицинской системы. Пандемия забрала жизнь врача-анестезиолога Тудора Вангели. Медик работал в поликлинике государственной канцелярии. Ему было всего 67 лет. Министерство здравоохранения, труда и соцзащиты выражает искренние соболезнования скорбящей семье и коллегам в связи с кончиной господина Тудора Вангели, который профессионально и самоотверженно работал анестезиологом-реаниматологом в государственной больнице. Врач был госпитализирован с COVID-19 в Республиканскую клиническую больницу 3 октября. А 21 октября тест на коронавирус показал отрицательный результат, говорится в пресс-релизе Минздрава. Тудор Вангели посвятил медицине более 40 лет своей жизни. В 2004 году он был награжден медалью «Меритул Чивик». С начала пандемии коронавирусом у нас заболело более 6 тысяч медицинских работников. 48 из них умерли. Ну а в рядах чиновников очередной инфицированный. Сегодня в своем фейсбуке об обнаружении у него коварной инфекции сообщил депутат парламента Григорий Репещук. Опасность пандемии близко, поэтому призываю всех быть осторожными, соблюдать меры защиты, правильно носить маску, соблюдать дистанцию, дезинфицировать руки и избегать места скопления людей. Будьте здоровы, написал депутат. Репещук добавил, что изолировался и лечится дома. Между тем, глава Минздрава сегодня на заседании правительства сообщила, что ситуация у нас в стране под контролем, а число пациентов с коронавирусом, находящихся в тяжелом и критическом состоянии, а также в состоянии средней тяжести, уменьшилось. Кроме того, по словам Думбровяну, сократилось и число людей, которые лечатся от коронавируса на дому. Министр здравоохранения заверила, что в больницах есть достаточно мест, в том числе в отделениях интенсивной терапии. Следует отметить, что за последнюю неделю число пациентов с коронавирусом у нас, который находится в тяжелом состоянии, не опускалось ниже 800 человек. Не лучше обстоят дела и за пределами Молдовы. Уровень заболеваемости коронавирусом в Европе уже почти как весной, а где-то и выше обстановка ухудшается с каждым днем. На 40% по сравнению с прошлой неделей выросло и количество летальных исходов. В Румынии, например, суточный прирост инфицированных составил без малого 5,5 тысяч человек. 107 пациентов умерли – это самый высокий показатель летальных исходов на сегодняшний день. В Болгарии завтрашнего дня учебные заведения закрываются. Здесь тоже уже несколько дней обновляются рекорды по приросту зараженных. За сутки в стране выявили более 2,5 тысяч заболевших. В Польше сегодня зарегистрировали около 19 тысяч случаев COVID-19 и 236 смертей. В Чехии более 15 тысяч – это новый антирекорд. Еще столько же выявили в Германии. Обновили рекорды по приросту зараженных также Швейцария, Словения и Швеция. В России от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, умерло 346 человек. В Украине – 165, а в Иране – 415. Эпидемиологическая ситуация оценивается властями многих стран и экспертами, как крайне тяжелая. В Молдове за несколько дней до выборов подешевел газ. Национальное агентство по регулированию в энергетике одобрило новые тарифы на голубое топливо. В сравнении с тарифами 2018 года, бытовые потребители будут платить на 12% меньше за 1000 кубометров. Несмотря на то, что изначально в Наре заявляли, что рассмотрение требований Молдова газа о пересмотре тарифов может занять все 6 месяцев, за три дня до выборов, Национальное агентство по регулированию в энергетике одобрило снижение цен на голубое топливо. В пресс-службе Наре нам заявили, что сегодняшнее решение не имеет предвыборного подтекста, поскольку агентство действует на благо потребителей. Если вы пересмотрите последние решения Совета администрации Наре за текущий год, тогда вы увидите, что все постановления о тарифах и ценах, регламентируемых агентством, и здесь мы имеем в виду тарифы на электроэнергию, канализацию, природный газ, рассматривались в течение двух месяцев. С другой стороны, эксперт в области энергетики Сергей Тафилат полагает, что новые заниженные тарифы на природный газ напрямую связаны с грядущими выборами главы государства. О том, что газ может подешеветь, говорилось еще в мае или июне. Конечно, это имеет предвыборный подтекст, но есть и объективные факторы. Таким образом, бытовые потребители будут платить на 12,2% меньше, чем в 2018 году. То есть 4298 леев за 1000 кубометров природного газа. Это почти на 600 леев дешевле, чем два года назад. По словам экспертов, при утверждении новых тарифов учитывалась среднегодовая закупочная цена газа и обменный курс лея по отношению к доллару. Необычный экзит-пол может быть проведен в Молдове на нынешних президентских выборах. Если раньше граждан на выходе из избирательных участков спрашивали, за кого они отдали свой голос, то в это воскресенье такой опрос могут провести по телефону. Инициировали его сообщество Watchdog и Институт публичных политик. В Центральной избирательной комиссии, в свою очередь, заявили, что опрос на выходе из избирательных участков нельзя приравнивать к проведению его по телефону. На пресс-конференции, организованной сегодня политологами из Watchdog Community Института публичных политик, была представлена инициатива по организации опроса общественного мнения. В день выборов мы намерены обзвонить несколько тысяч респондентов, чтобы спросить их об их уже отданном голосе. В нашем случае мы позвоним и зададим гражданам два основных вопроса. Были ли вы на избирательном участке и за кого проголосовали? Организаторы говорят, что намерены задать и несколько вопросов демографического характера, как то пол, возраст, уровень образования, регион. И заверяют, номера телефонов респондентов не будут внесены в базу данных. Мы организуем этот экзит-пол в первую очередь, поскольку хотим опровергнуть идеи манипулирования результатами выборов со стороны российского посольства. Исследователи говорят, что опрос будет проведен 1 ноября с полудня до половины десятого вечера и будет ориентирован на предполагаемую выборку из 4 тысяч избирателей с правым голосом. С другой стороны, Центр избирком утверждает, что такой опрос не подпадает под механизмы проведения экзит-пола, поскольку на момент телефонного звонка нет уверенности, участвовал ли избиратель в выборах. Исходя из того факта, что тайна голосования является гарантией свободы выражения избирателям, на основании которой делегируется и формируется полномочия в государстве, а номера телефонов персонализированы, рассматриваемый метод создает риск нарушения тайны голосования. Также отмечается, что деятельность по использованию инструментов, содержащих идентифицируемые данные физических лиц, должна соответствовать установленным требованиям по защите персональных данных, в том числе, что касается обладания статуса оператора персональных данных, говорится в пресс-релизе Центра избиркома. Однако в сообществе Watchdog это сообщение ЦИКа расценили как злоупотребление служебным положением. Здесь утверждают, что ни один орган не имеет права запрещать им проводить опрос в день выборов. Последний экзит-пол проводился у нас на местных выборах в Кишиневе в 2019 году. Первым делом восстановить молдавское гражданство бывшему президенту Румынии Трояну Басеску обещает кандидат в президента от партии национального единства Активян ЦИКу в случае, если он станет главой государства. А кандидат от ПДС Маясанду начала бы свой президентский срок с ответа на вопрос, что же делать дальше. Среди приоритетов кандидата от политического движения Унирия Дарина Киртуаке удвоение бюджета Республики Молдова. Соответствующие обещания прозвучали накануне в эфире ТВ-8. И хотя в студию были приглашены четверо прецедентов на высший государственный пост, один в теледебатах не участвовал. Это кандидат от партии Шор Виолетта Иванов. Первое, что сделает Маясанду в качестве президента, это ответить на вопрос, куда мы двигаемся. На сегодняшний день 60 тысяч человек потеряли работу из-за пандемии экономического кризиса. И нет ясности в том, что это правительство предоставит этим людям, чтобы они знали, каков план выхода. Удвоение бюджета Республики Молдова. Как? Закононанимая всех наших граждан и даже исключив любой контроль экономических агентов хотя бы на 5-10 лет. В качестве обязательства перед гражданами Республики Молдова восстановление гражданства Трояна Басеску, который должен стать председателем ПНЕ, как эта партия задумывалась изначально. Мне очень жаль, что происходит спекуляция на имени президента Басеску. Я встречался с ним в начале этого года. Он был очень огорчен тем фактом, что мы, унионисты, не объединяемся все вместе. Даже если они и расположены рядом в испирательных бюллетенях, Актавиан Цико говорит, что устал от предвыборных дебатов, на которые его приглашают вместе с Дарином Киртуака. И в случае с господином Киртуака у меня не будет вопросов этим вечером, потому что он мне уже снился минувшей ночью. Это уже пятая или шестая передача с господином Киртуакой. И я думаю, что я исчерпал все вопросы, которые у меня к нему есть. Последний раунд предвыборных дебатов на ТВ-8 состоится в четверг, 29 октября. Начало в 18.00. Осторожно орудуют мошенники. Полиция разыскивает злоумышленников, которые под видом представителей коммерческих банков похищали средства со счетов. Так владельцам банковских карт поступали подозрительные звонки в Вайбере. Под видом работников банков злоумышленники предупреждали об опасности взлома банковских счетов и получали все необходимые персональные данные, а затем опустошали карточки. Более того, жертвами незаконной схемы стали пользователи социальных сетей. Все больше владельцев банковских карт попадают в капкан мошенников. По одной из подобных схем рядовые граждане, сами того не ведая, сообщали злоумышленникам все персональные данные, в том числе номер банковских карт, код безопасности и уникальные пароли. С этой потерпевшей преступники связались по Вайберу. Мне позвонили по приложению Вайбер, представились отделом безопасности банка. Я ответила мужчине. Он попросил назвать ему банковские реквизиты и персональные данные, чтобы защитить карту. Когда со счета пропали деньги, девушка поняла, что ее обманули. Спустя какое-то время со счета пропали деньги. Я подумала, что сестра купила что-то, затем пропала крупная сумма. И тогда я поняла, что это дело рук мошенников. По другой налаженной схеме преступники охотились за пользователями социальных сетей, которые выставляли на продажу какое-либо имущество. Злоумышленники под видом покупателей также запрашивали банковские реквизиты и другие данные, которые позволяли им похищать деньги со счетов. Проявляли интерес к выставленным на продажу вещам, затем просили сообщить персональные данные, на самом деле использовали данные в своих махинациях, а затем похищали средства с банковских счетов. В этой связи правоохранители призывают граждан проявлять бдительность, особенно когда поступают сомнительные звонки или если кто-то представляется сотрудником банка. Также полиция рекомендует быть внимательными при размещении объявления о купле-продаже в социальных сетях. Все больше жителей Кишинева жалуются на участившиеся случаи нападения бездомных собак. Животные, по их словам, ведут себя агрессивно и обитают неподалеку от жилых домов. Представители Уполномоченного управления мэрии говорят, что мест для всех бродячих собак в муниципальном приюте не хватит. Чаще всего животных отлавливают и стерилизуют, если не удается найти им новый дом. Тогда четвероногие возвращаются на улицы Кишинева. На эту жительницу столицы стая бездомных собак напала несколько дней назад во время прогулки с ребенком. Все произошло на ботанике. Собаки выскочили со двора жилого дома, окружили ее и коляску, в которой находился малыш. Одна из них укусила женщину за ногу. Здесь две игровые площадки, дети на улице, все боятся. Вы перепугались за ребенка? Конечно, во-первых, испугалась за малыша. Пока мы снимали этот сюжет, собаки вновь оказались поблизости. Вот та с рыжими пятнами укусила меня за ногу. Представители отдела контроля за животными говорят, что собака не агрессивная. У нее родились щенки. На самом деле она не агрессивная, пытается защититься. В соседнем дворе схожая ситуация, говорит наша вторая собеседница Наталья. Сначала собака укусила ее супруга, затем нападению подверглась и ее дочь. Без проблем было все хорошо, а тут неожиданно из-под тяжка на нее набросило шесть собак. И раздрали ей ноги. Она была в тяжелом состоянии, именно психически. 11-летней девочке Наталье сделали пять уколов. Женщина также обратилась в полицию, но, по ее словам, с тех пор ничего не изменилось. Собаки по-прежнему разгуливают по окрестностям. Мы объяснили, где это случилось. Он был в курсе, потому что это было уже не первый раз. Он уже знает, что там собаки злые. Что-то изменилось? Ничего не изменилось. Мы побеседовали с прохожими на ботанике. Они признались, что агрессивные четвероногие не дают им покоя. Больше всего жильцы близлежащих домов опасаются за своих детей. Да, они стайками бегают и бросаются. На детей вот тут очень много раз было. Они голодные, поэтому агрессивные. На Чеканах местные жители тоже обеспокоены ситуацией с бездомными животными. Несколько бродячих собак мы заприметили на проспекте Мирчи-Челбатрына. Они опасные, их очень много. Бывают и агрессивные, очень агрессивные. Пусть делают больше приютов для собак. Мы боимся за наших детей. Это опасно. Представители мэрии нам заявили, что делают все возможное, чтобы обезопасить столичные микрорайоны. Но в питомнике не хватит мест на всех бездомных животных. Если они нападают, тогда их доставляют в приют, чтобы они социализировались. И затем их можно было пристроить в новый дом. Если нет, их возвращают обратно. Месяц назад в социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен момент нападения собак на двухлетнего ребенка. Стая животных окружила малыша неподалеку от продуктового магазина. По официальным данным, в муниципальном приюте содержится 850 собак. Каждый месяц сюда для стерилизации привозят больше сотни бродячих животных. В столичном секторе Рыжкановка разгорелся нешуточный скандал. Поводом для беспокойства местных жителей стала новая дорога, которую, по их словам, строят там незаконно и без необходимой авторизации прямо посереди двора. Директор компании «Застройщик» уверяет, что все разрешения на строительство у него имеются. Чтобы помешать строительным работам, люди посадили на участке деревья. Но даже после этого во дворе вновь появились работники строительной фирмы. Жильцы вызвали полицию. Это дорога в частном секторе. Я в своем основном проекте имею структуру дороги. И она была авторизирована и проверена. Мы можем взглянуть. Да, здесь копия, но оригинал я не могу показать. И как должна быть построена? На основании каких стандартов? Вот ответственное лицо. Структура должна быть такой, как указано. Я во дворе не буду заливать асфальт. Давайте я вам покажу проект на 100 листов. Жильцы многоквартирных домов на Албешуаре встревожены строительством новой дороги, которая ведется от двора новостроя до проезжей части. Люди возмущены тем, что дорога появится на месте игровой площадки. В субботу мы высадили деревья, облагородили свою территорию, дом, где мы живем. Сегодня утром очень тихо, десант высадился. В течение получаса наши деревья вытащили, и началась работа по строительству дороги. Невозможно детям выйти даже. Под машину попадаешь. Вот сейчас нет, но вечером здесь пробка. Здесь детская площадка. На детской площадке не должны быть дороги. Директор компании-застройщика говорит, что получил все необходимые документы и разрешения. Люди говорят, что это зеленая зона. Они так считают, но у нас есть разрешение на строительство. Есть генеральный план по обустройству. Мы все предоставили мэрии. Сто раз уже направляли, никто не хочет смотреть на документы. На место прибыл приятер сектора Рыжкановка. Он подтвердил, что строительные работы ведутся на законных основаниях. Законно или нет? Дорога авторизирована. Дополнительные сведения я представлю позже. Директор строительной фирмы, несколько местных жителей и представители муниципального совета Кишинева договорились явиться в мэрию, чтобы проверить, есть ли все необходимые разрешения для обустройства дороги. Вице-мэр Виктор Киронда на наш телефонный звонок не ответил. Получить его комментарий на этот счет не удалось. Месяц назад из приложения, которое позволяло кишиневцам узнавать, когда прибудет общественный транспорт, исчезли все столичные троллейбусы. Все потому, что компания, установившая GPS-систему, попросту ее отключила. Здесь выразили недовольство тем, что мэрия не выплатила им НИЛЕ за оказанные услуги. Однако местные власти утверждают, что не заплатили, поскольку фирма не в полной мере выполнила свои обязательства. Пока суть до дела оказалось, что не все горожане знают о существовании такого приложения, да и пользоваться подобным хотят далеко не все. До недавнего времени приложение позволяло любому пользователю смартфона видеть, где именно находятся транспортные единицы общественного транспорта, а также за какое время они прибудут на остановку. Теперь же здесь можно увидеть только общую информацию, такую как маршруты и расположение остановок. Одни, ожидающие на остановках общественный транспорт, с которыми нам удалось пообщаться, признали, что знать не знали о таком приложении. Даже не слышали о нем? Нет. А пользовались бы? Не знаю, я нахожу, что мне надо. Вам оно бесполезно? Тоже нормально. Другие говорят о приложении, знают, но оно им не нужно. По телевизору была реклама, но еще не скачала. Наверное, оно мне не нужно. Зная о таком приложении, но не пользуюсь им, мне не нужно. Некоторые, впрочем, узнав от нас о таком приложении, не изъявили желание его опробовать. Говорят, это сэкономило бы время и нервы. А как же? Знаешь, когда приедет, не ждешь. Было бы очень хорошо. Здесь вывешивают расписание, но то оно неправильное, то его просто не меняют. Из приложения EasyWay общественный транспорт пропал 9 октября. Система GPS отключила компания, которая выиграла тендер и установила ее. Согласно контракту, через два месяца после установки в ноябре прошлого года управление электротранспорта должно было начать выплачивать компанию 100 тысяч шлейф в год за предоставленные услуги. Тогда проект был успешно запущен. На всех 350 троллейбусах, согласно договору, установлено устройство для мониторинга. Однако местная администрация денег не заплатила, поскольку, по словам чиновников, компания установила якобы не все устройства. К сожалению, у нас нет пока всех 350 единиц по условиям контракта. Но на прошлогоднем заседании мэрии вы отмечали, что все 350 уже подключены. Было подключено 250. В компании, которая устанавливает и обслуживает устройство GPS в троллейбусах, нам заявили, что именно управление электротранспорта нарушило условия договора. Более того, сотрудники якобы повредили около 100 устройств. Таким образом, фирме пришлось за свой счет чинить устройство, поскольку мэрия денег не выплатила. Местные власти заверили, в ближайшие две недели будет принято решение, продлевать ли договор с этой компанией. Таким был этот день. Смотрите прогноз погоды и курс валют. Я напомню, если вы стали очевидцем важного события, или у вас есть интересное видео и фото, присылайте все в редакцию нашего телеканала. Не забывайте следить за своим самочувствием. Увидимся на ТВ8 22.45. Всего доброго и хорошего вечера. Субтитры подогнал «Симон»